Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучать Евангелие от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. И первая тема 8 главы «Насыщение четырех тысяч хлебами». Блаженный Августин в одной из своих проповедей пишет «Разъясняя вам Священное Писание, я как бы преломляю для вас хлеб. Вы же, как испытывающие голод, принимайте его и воспевайте пищу сердцем хвалящим. Обогатившись на пиршестве, не будьте скудными в делах добрых, что я раздаю вам, не мое, что вы вкушаете, вкушаю и я. Вы этим хлебом живы, жив им и я». Таким образом, по Блаженному Августину насыщение хлебами – это образ насыщения людей словом Божиим. Ибо сам Христос говорит «не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И мы читаем начало восьмой главы Евангелия от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. «В тыя дни зело многу народу сущу и неимущим часу ясти, призвав Иисус ученики своя, глагола им, милосердую о народе, як уже три дни присидят мне и неимут часу ясти». Итак, здесь мы видим, что народ проголодался, и Христос проявляет милосердие к этому народу, потому что желает насытить их. В книге пророка Амоса сказано, что наступят дни, когда люди будут алкать не хлеба, жаждать не воды, а алкать и жаждать слышать Слово Божие. И люди будут ходить от моря до моря, ища Слово Божие, и не найдут его. Христос говорит, «Я же отпущу их, неядша, в домы свои, то есть не накормив их, ослабеют на пути мноси, бо от них издалече пришли суть». Действительно, разные народы издалека приходят к библейскому откровению, преподают к этому источнику чистой воды. Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский однажды сказал, «Что такое Священное Писание? Это чистый источник воды. Что такое творение Отцов Церкви? Это тот же источник чистой воды, но уже с участием человеческого духа». И тут же он добавляет, «А что такое наше Писание? Как немутный источник? То есть, чем дальше мы удаляемся от библейского откровения, от святотеческой традиции, тем больше обнаруживается нечистоты в наших помыслах, в наших суждениях, в наших представлениях». И далее мы читаем, «И отвечайши ему ученицы его, откуда сих, возможно, кто здесь насытите хлеба в пустыне? И вопроси их, кулико им эти хлебы, а ниже реша седьмь, и повеле народу возлежьте на земли и прием седьмь хлебы». Число семь указывает на благодатную полноту. Число семь указывает и на таинство церкви, происхождение которых мы обнаруживаем в Священном Писании. Число семь – это благодатная полнота в сторону увеличения. Это неопределенное число в сторону увеличения. Как число шесть – это неопределенное число в сторону уменьшения. «И прием седьмь хлебы, хвалу воздав, преломи» то есть Христос совершает «баруха» – благословение на хлеб, «и даяши учеником своим, да предлагают, и предложиша пред народом, и имяху рыбец мало, и сия благословив, рече предложите и ты я». То есть семь хлебов умножаются, но было обнаружено и некоторое число рыбы, рыбец мало, как мы здесь прочитали, и эти рыбецы, они тоже умножились. «И сия благословив, рече предложите и ты я, едоши же и насытившися, и взявши избытки у круг седьм кошниц». То есть оставшиеся собрали в семь коробов. Христос всякий раз как бы настаивает на том, чтобы собирали оставшиеся. Этим самым Христос научает нас бережно относиться к всему тому, что Бог посылает нам в этой жизни. не расточительствовать, а именно рачительно относиться ко всему тому, что мы имеем. «Беху же я отшей, яка четыре тысяча, и отпусти их». Четыре тысячи человек насытились. Обычно число обозначает количество мужчин, то есть не считая женщин и детей. «Иабия влез в корабль соученики своими, и прииди в страны долмануванские». Почему всякий раз, сотворив какое-то чудо, Христос с некой поспешностью покидает ту местность, где Он сотворил какое-то чудо. Этим самым Христос научает нас не искать для себя славы. Христос действует на земле во имя Отца Небесного, и Он ищет славы для Отца Небесного. Поэтому всякий раз, сотворив чудо, Он поспешно покидает это место или просит людей, которые были свидетелями чуда, чтобы они об этом ничего не говорили. «И из-за душа фарисеи, и начавши стезатися с ним», то есть навстречу к нему приходят фарисеи, «и начали спорить с ним, и ищущи от него знамения с небесе, и с кушающие его», то есть они начали спорить, настаивая на том, что он должен явить какое-то небесное знамение. «И воздохнув духом своим», то есть проявив сожаление, глагола «Чесо род сей знамения ищет», то есть для чего знамения ищут, «Аминь, глаголю вам, аше дастся роду сему знамения, и оставь их в лес, паки, в корабль, и иде на он пол». Поиск знамений, поиск чудес в жизни верующих людей – это очень опасная тенденция. Как я часто говорю, те, которые гоняются за чудесами, они, конечно, добегаются, когда придет главный чудесник, и это будет Антихрист, который будет творить великие чудеса и великие знамения, и огонь будет сводить с неба, и мертвых будет воскрешать. И те, для кого чудо является чем-то решающим, они могут через это прелеститься. И они точно прелестятся. Мы же, христиане, веруем во Христа не потому, что он нас убедил каскадом чудес с неба, а потому, что мы возлюбили Христа и преданно служим Ему. Та вера, которая основывается на чудесах, она несовершенна. И если это даже чудо Божие, такое чудо восхищает заслугу веры. Если человек обращается к Богу через чудеса, тут нет как бы заслуги его веры. Как Христос и говорит, блажение не видевшее, но верующее. веру, наше движение к Богу происходит через исследование Писаний. И мы обретаем веру через само библейское откровение. Как и сказано в Библии, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Конечно, Бог может открыться человеку многоразлично, многообразно, и некоторые приходят к пониманию того, что есть Бог, через рассматривание творений видимых, как пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам. потому что мир природы это тоже книга Божия, которая показывает нам искусство Творца, который сотворил весь этот мир. Но постигая Бога через рассматривание творений видимых, мы не сможем приобщиться к сверхъестественным истинам, которые открываются в Писании и которые с точки зрения человеческого рассудка могут представляться даже нелогичными. Но сама нелогичность таких догматов, как догмат о триединстве, догмат о том, что Бог стал человеком, нелогичность этих догматов показывает их божественное происхождение. То есть сами люди не выстраивали бы такие догматические решения, потому что они были для них неудобны. И в наше время появляются отступники внутри христианства, которые говорят, что догмат о триединстве, догмат о божестве Христа и Иисуса — это неудобные догматы для экуменического диалога с саудеями саудеями и мусульманами. И такие люди говорят, чтобы нам осуществить правильно диалог, нам надо спуститься на уровень тех людей, с которыми мы ведем диалог, а потом мы их поднимем до высот нашей теологии. Но проблема заключается в том, что когда в каком-то миссионерском угаре, иначе не скажешь, люди не сходят на уровень нехристианский, они могут там и остаться. И критика Библии, философствование по поводу неудобных догматов веры — это реальность, в которую провалились сами христиане. Поэтому мы должны основываться не на чудесах и знамениях. Само библейское откровение является для нас вернейшим пророческим словом, через которое мы обретаем познание о Боге, то самое познание, о котором сказано, что из-за недостатка ведения люди погибают. Идея на он пол и забывши ученицы его взять и хлебы, и разве единого хлеба не имяху с собою в корабли? и прищащие им глаголе зрите, блюдетеся от кваса фарисейска, квас – это закваска, от кваса фарисейска и от кваса иродова. закваска, по-славянски квас, по-еврейски хамец, хамец – это все то, что бродит. И Христос предупреждает здесь своих учеников об опасности, что в мир церкви, а лодка, в которой они находятся, это символ церкви, может проникнуть закваска фарисейска и закваска иродова. Что такое закваска фарисейска? Фарисеи были ультра-ортодоксы, консерваторы, но их консерватизм приводил их к фанатизму, и они были крайне не любвеобильны и все время они раздражались по поводу других людей. Существует даже такое высказывание из древних талмудических текстов, что «Амхаарец» «человека земли», то есть «простолюдина», «невежду», «можно прирезать даже в субботу». То есть фарисеи они умели читать, они заучивали тексты Библии наизусть, и это не приводило их к любви, это являлось для них поводом для гордыни и пренебрежения к людям, которые не имели таких же знаний. Закваска фарисейская это та часть христианской общины, которая все время всех учит, талмуд современных православных фарисеев, это книга правил кормчая, они очень любят много говорить о канонах, о правилах, это их стиль. Причем ради этих канонов и правил они оставляют заповеди Бога и важнейшую заповедь о любви к создателю и к ближнему, что ближнего надо любить как самого себя. И мы должны избегать такой закваски фарисейской ложный фундаментализм, ложный традиционализм, это все не менее опасно, чем закваска садукеев, садукеи были модернисты, но это вещи одного порядка. Но в данном контексте Христос предупреждает о закваске фарисейской и о закваске Иродова. Иродиады, партия Иродиад, это были люди, которые подражали царю Ироду, который был известный Мот, Кутила, Гедонист, и скажем так, это стиль людей, вот есть такое словосочетание, новые русские. Так вот, Иродиады, это были такие люди, и Христос предупреждает, что для церкви есть такая опасность, что этот дух Гедонизма проникнет в нашу среду. Таким образом, Христос выделяет три крайности. Это ложный консерватизм, ложный традиционализм, фарисейская закваска, фарисейский квас, это закваска Иродова, он предупреждает от кваса Иродова, то есть гедонистический образ жизни, и закваска саддукейская. Саддукеи, как мы знаем, они не верили в загробных жизней, они не верили в ангелов, бесов, они не признавали никаких чудес, то есть они были модернисты, но любая такая крайность, она представляет опасность для церкви. И не случайно, что Христос предупреждает от этого кваса людей, своих учеников, тогда, когда они садятся в лодку, которая является символом Экумена Эклесия. Вселенской Церкви. А ученики сразу не могли понять, о чем идет речь, и помышляху друг ко другу глаголюще, як хлебы не имамы. И разумев Иисус глагола им, что помышляете, як хлебы не имати, не ули, а чуете, не же разумеете, ежели о камененна сердце ваше имати, очи и муще не видите, и уши и муще не слышите, и не помните ли, егда пять хлебы преломих в пять тысяч, колика кож исполн укруху, приястье, глаголуше ему два на десяти. Христос напоминает им чудо насыщения хлебами, когда собрали оставшегося в двенадцати коробах. Это насыщение пяти тысяч. Далее Христос говорит, егда же седьмь в четыре тысяча, это о чем мы читали только что, здесь он напоминает вот то, что только произошло, насыщение четырех тысяч, седьмью хлебами, колика кошниц исполнения укрух приястье, он спрашивает, а сколько осталось? А ниже реше седьмь и глаголы как они разумеете? О чем говорит Христос? Он говорит о том, не беспокойтесь о хлебе, вы же видите, как пятью хлебами пять тысяч накормили, сколько осталось, семью хлебами четыре тысячи накормили и сколько осталось? Он как бы говорит, вот то, что я вас предупреждаю закваски, закваска это учение, и вот ложное учение, если оно проникает в ваши ряды, оно представляет опасность, и действительно сейчас вот эти крайности, ложный традиционализм, консерватизм и либерализм церковный, плюс какие-то гедонистически настроенные служители церкви, все это реальность, в которой мы существуем. И Христос не хочет, чтобы это проникло в лодку, то есть в церковь, но прежде всего это проникает в наши души, когда происходит переоценка, что для нас на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом. Честертон говорил так, тот, кто в молодости не либерал, он не имеет сердца, тот, кто в старости не становится консерватором, он не имеет ума. То есть для всего как бы время человек может переболеть и собственным либерализмом, и собственным фанатизмом, но придерживаться истин веры, не повреждая их, достаточно сложно. Поэтому, скажем так, проблема лже- традиционалистов, фарисеев, это их жестокое отношение к другим людям. А проблема модернистов, садукеев, это их вседозволенность, вседозволенность, когда они как бы отказываются от любых тормозов. А проблема закваски иродовой, это вообще антихристианский образ жизни, гедонизм, то есть безответственное служение собственной плоти. А мы знаем, что сеющий в плоть пожнет тление, а сеющий в духа пожнет жизнь вечную. И вы правильно поступаете, что сегодня участвуете в этой беседе. вы же могли переключить на другой канал, перейти на другой сайт и так далее. И там были бы какие-то пляски, что-то такое подвижное, веселое. Но в этом случае мы бы сеяли в плоть. И это все кончается тлением. А сеющий в дух сеет жизнь вечную. И Христос не хочет, чтобы был ложный квас, ложная закваска, какая угодно. Далее мы читаем, это начало 34-е. И прииди в Ифсаиду и приведуши к нему слепо и маляху его да его коснет. То есть коснется его. И ем за руку слепаго, изведе его вонь из веси. И плюнув на очи его, возложив руцы наань, вопрошавши его, аше что видит? Христос спрашивает его, что ты видишь? И возрев глаголыше этот исцеляемый человек говорит, вижу человеки яко древи ходяще. То есть он видит, но очертания пока еще расплывчатые. потом жепаки возложи руцы на очи его и сотвори его прозретьи. То есть здесь уже происходит всецелое исцеление. И утвердися, и узри светло все. То есть теперь он видел ясно. и посла его в дом его глаголя не весь в ниде не повешт кому веси. Вот здесь возникает вопрос, а почему исцеление этого человека происходит как бы в два этапа. Первый этап он начинает различать какие-то образы, но он не видит контуры. Второй этап это когда он видит уже ясно. На самом деле Бог открывается нам в той мере, в какой мы можем вместить. И в Писании, в книге притч сказано, что стезя праведного светла и она светлее становится день ото дня до полного рассвета. Это так и есть. в том смысле, что человек объемлется светом познания о Боге, но этот процесс в несколько и несколько этапов, потому что в противном случае человек не смог бы принять все сразу, это было бы для него совершенно необычно. Далее идет зачало 35-е. «Изыди Иисус и ученицы Его в весе Кесарии Филипповы и на пути вопрошаша ученики своя». Это событие в Евангелии от Матфея описывается в 16-й главе. «Глаголы им «Кого мя глаголют человецы быти?» То есть «За кого люди почитают меня?» «Они же», то есть апостолы, «Отвещаше Иоанна Крестителя, Ине Илью, друзей же единого от пророк и той глагола им». То есть разные люди по-разному говорили о Христе. Одни говорили, что это Иоанн Креститель, который воскрес, так думал царь Ирод. Другие говорили, это пророк Илья, который живьем был взят на небо, а теперь опять среди нас. «Друзей же единого от пророк», то есть думали, что это какой-то древний пророк. «И той глагола им», то есть Христос спрашивает их, «Вы же кого мя глаголите быти?» «Отвещав же Петр глагола ему тыси Христос». И в Евангелии от Матфея сказано, что когда Петр исповедует Христа именно Мессией, Сыном Божием, то Христос говорит ему, «Не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, который на небесах». Что это значит? Многие верующие люди из числа православных христиан очень хотели бы пережить опыт встречи с Богом, чтобы Господь дал нам ощутить свое присутствие. Но эта встреча была. Христос говорит, «Не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец, который на небесах». То есть, если в нашем сердце есть вера в Иисуса из Назарета, как Сына Божия и Мессию, как Бога человека, это значит, Бог Отец уже прикоснулся к твоему и моему сердцу, что мы имеем эту веру. Потому что такая вера, она не может быть субъективной, она нелогична. Люди до сих пор ломают голову, как это Бог стал человеком. Но ее нелогичность показывает ее небесное происхождение. Христос старался не говорить о небесном. И он это объяснял так. Я вам говорю о земном, вы не понимаете. А что будет, если я вам буду говорить о небесном? То есть здесь слова излишни. Здесь надо, чтобы Бог прикоснулся. И если ты брат, ты сестра, вы верите в Иисуса как в Сына Божия, это значит, эта встреча с Богом произошла. И далее мы читаем. «И запрети им, да никому же глаголь утонем, и начать учите их, як подобает сыну человеческому, много пострадати, и искушену быти, от старец, и архиерей, и книжник, и убиену быти, и третий день воскреснути. И не обинуяся слова, глаголыше, и прием его Петер начать притить ему». То есть, когда апостол Петр услышал, что Христос говорит о том, что его схватят, когда Христос говорит о себе, что его убьют, что третий день он воскреснет, Петр как бы не услышал тайну воскресения, но он услышал, что Христа схватят, его убьют. И действие Петра он начать притить ему, то есть, он противится Христу, он отговаривает Христа, он же ображься и возведев на ученики и возрев на ученики своя, запрети Петрове глаголе. А почему Христос запрещает Петру, возрев на ученики своя? Потому что Петр выражал понимание самих учеников. запрети Петрове глаголя «иди за мною, сатана». Вот русский перевод, он такой невнятный, там сказано «отойди от меня, сатана». Славянский более точный «иди за мною, сатана». Что это значит? Да сатана никогда не отойдет от нас. Но он не должен идти перед нами, он должен идти за нами. То есть мы идем по этой жизни, взирая на начальника совершителя жизни, Господа нашего. Мы ходим пред Богом, а дьявол должен быть за нами, а так, чтобы он совсем отошел, такого не бывает. Итак, Христос запрети Петрове глаголе «иди за мною, сатана». То есть не стой спереди, будь за мною, как нечто пройденное. «Я ка не мыслише, я же суть Божия». Ты не мыслишь так, как надо, поверив в Бога. Но «я же человека», то есть по-человечески думаешь, и призвав народы сученики своими, рече им. Что Христос рече им? «Иши хошит по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иши буаше хошит душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою, меня ради и Евангелия той спасет ее». Вот здесь Христос говорит о том, что всякий, кто хочет идти за Ним, стать христианином, он должен пережить отвержение самого себя, взять крест и идти за Ним. за Христом. Кресты бывают разные, деревянные, серебряные, золотые, золотые с брилликами и так далее, и так далее. Но Христос здесь имеет в виду другие кресты. Крест это та собственная личная скорбь каждого из нас, которую мы должны принять как из рук Божьих. Как это сделать? Если в нашей жизни есть какое-то серьезное переживание, мы, как христиане, должны видеть в этом волю Бога. Ведь мы знаем, что без воли Отца Небесного волос не упадет с нашей головы. И если Господь нам посылает какую-то скорбь, какое-то испытание, то Он это делает для чего-то. Прежде всего, надо вооружиться мыслью, как сказано в Библии, что страдающий плотью перестает грешить. И если мы это сделаем, мы наполним смыслом и боль, и страдания, и переживания, и даже саму смерть, и где неверующие видят небытие и мрак, мы будем видеть свет и Христа. И живо аше хоше душу свою спасти, то есть жизнь свою спасти, погубит ее. То есть если ты концентрируешься только на существовании собственного тела и не думаешь о душе, это путь погибели. А иже погубит душу свою меня ради и Евангелия, то есть посет ее, то есть а если мы расточаем наши силы физические ради проповеди Евангелия, это хорошо. Ка ибо польза человеку, аше приобряшет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей иже бо аше постыдится мне и моих словес вроде всем прелюбодейным и грешным и сын человеческий постыдится его и гда приидет во славе отца своего с ангелы своими. Действительно в день суда какой выкуп даст человек за душу свою? Душа обретается или губится в этой земной жизни в зависимости от того как мы правильно или неправильно выстраиваем иерархию ценностей что для нас на первом месте что на втором что на третьем на четвертом и так далее. Христос говорит на первом месте это твоя боль твои страдания твои переживания это не твоя поездка на дачу это не твоя поездка за границу и мы никуда не можем скрыться от грядущих переживаний русский поэт Владимир Высоцкий однажды воскликнул а в конце дороги той плаха с топорами это действительно так но уже сегодня и сейчас мы не должны проявлять страусиную политику и прятаться в песок головой мол всегда будет праздник всегда будет карнавал жизненный нет так не бывает особенно если ты принял решение служить Богу как в книге Иисуса сына Сирахова сказано тот кто решил служиться Богу он пусть приготовит душу свою к искушениям почему потому что сказано желающие жить благочестиво будут гонимы и Христос говорит иже хошет по мне ити да отвержится себе и возьмет крест свой и по мне грядет иже буаше хошет душу свою спасти погубит ее а иже погубит душу свою меня ради и Евангелия той спасет ее поистине претерпевая до конца той спасет ими не рода ими ни 言 ни ни что